За этой неприглядной дверью в самом центре города звучала не одна история о страшном заболевании – онкологии. Здесь помогают поверить, что и с этим диагнозом можно жить. Помощь психолога таким людям просто необходима. Общественная организация «Вместе против рака» безвозмездно помогает им уже более 20 лет. Правда, ковидный год лишил онкобольных людей главного – возможности общаться и поддерживать друг друга. Снятие ограничений в отношении досуговых мероприятий – словно глоток свежего воздуха. «Берите в руки карандаш и рисуйте, даже если слезы идут из глаз», – говорит психолог. А во время музыкальной терапии сдерживать их едва удается. Кто-то из этих людей все еще борется с заболеванием, а кто-то в этой борьбе уже победил. Людмила Ивановна – президент организации, яркий тому пример. Пережила рак щитовидки, дважды ее настигала рецидив и без сложных операций не обходилась. И болезнь отступила. В свое время Людмила сама пришла за помощью сюда. И осталось – с онкобольными здесь проводят не только психологические тренинги. Им оказывают и юридическую помощь, а также физическую – по дому. Я сама на себе испытала тот страх, ту боль, то неумение справляться с теми или иными ситуациями. Сейчас вместе с моими сподвижниками, с такими же, как я, или сопереживающими и прочее, помогаем другим. От этого недуга никто не застрахован. Поэтому, если и вам понадобилась помощь, не время опускать руки. В общественной организации «Вместе против рака» ее обязательно окажут. По статистике, ежегодно здесь помогают 10 тысячам онкобольных. Анна Рашагирова, Александр Андропов. День с толком.